Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова G-News и наша регулярная передача «Итоги недели». 24 августа в Ахакалаке с первым рабочим визитом побывал народный защитник Грузии Ливан Йосилиани. В офисе омбудсмена в Ахакалаке народный защитник Грузии Ливан Йосилиани встретился с представителями СМИ и неправительственных организаций за Ахакалаки и Ахалцехи. Во время встречи поднимались проблемы в сфере образования, экономическая зависимость от других стран, безопасность и оснащенность в школах. Говорилось о том, с какими проблемами люди обращаются к неправительственным организациям, возврат гражданства для пожилых людей, насилие в семье. Говорили также о миграции из региона, о том, как живут люди с ограниченными физическими возможностями. Вместо того, чтобы становиться доступнее, автосообщение Ахакалаки с другими регионами Грузии еще более усложняется. Дорога из Ахакалаки в Батуми занимает 8 часов, а маршрутки выезжают из Ахакалаки в 10 часов дня. Другим вариантом транспорта до Батуми являются частные такси, которые стоят 400-450 лари в одну сторону. Они ездят нерегулярно и не ищут других пассажиров. Дорогу от Ахакалаки до Батуми может сократить более короткий маршрут через участок Хуло. Однако данная дорога непригодна для использования и сейчас ремонтируется. Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, работы на дороге планируется полностью завершить в 2024 году. В Ахакалаки лето, а значит сезон отравлений. В конкретной статистике, сколько отравлений было зафиксировано за 8 месяцев, нет. Однако, по словам эпидемиолога Гайна Федонян, каждый год причины отравления одни и те же. Эпидемиолог советует в этот летний период особенно соблюдать гигиену рук, овощи и фрукты употреблять после мытья. Продукты обязательно хранить в холодильнике, не оставлять под солнцем, особенно торты с кремами. В Ахакалаки впервые откроются ясли. В детском саду номер 3 открывается ясельная группа, рассчитанная для детей от 2 до 3 лет. В первую очередь будут приняты дети работающих матерей и дети из социально незащищенных семей. В группу могут принять всего от 15 до 20 детей. Прием заявок на поступление ребенка в ясли продолжится до конца августа в объединении детских садов Ахакалакского муниципалитета на первом этаже в здании мэрии. О том, какие документы нужны для внесения заявки, читайте на сайте G-News. В Ахакалаке построят новый детский сад и еще один парк. На месте заброшенного общежития, прачечной и столовой у бывшей школы-интернат в Ахакалаке в скором времени появится парк, а чуть дальше новый типовой детский сад на 75 детей. Тендер выиграла зарегистрированная в Тбилиси компания ООО «Ай-Кей-Би» на сумму 1 657 000 лари. Работу планируется завершить в течение двух лет. Гор Айвазян стал серебряным призером мира. На прошлых выходных в Иордании проходил чемпионат мира по греко-римской борьбе. Сборная Грузии вернулась в чемпионаты с золотом, серебром и двумя бронзами. Среди них корцахский борец Гор Айвазян, который завоевал серебряную медаль весовой категории 97 кг. 27 августа в это воскресенье в Корцахе состоится день Ашуха Дживани. Планируется концертная программа и посещение дома-музея Ашуха. Это были основные новости уходящей недели. Встретимся на следующих выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok